Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Вчера Буйнов писали в медиахолдинге, Абзад заявил о том, что Пугачёва рано или поздно вернётся после окончания операции, а сейчас россияне словом и делом должны доказать преданность ей. Это вообще просто меня не то, что шокировало, это за гранью вообще моё понимание, такие слова, преданность Пугачёвой делом доказать. Буйнов, ты как вообще себя чувствуешь? Сегодня Ермольник, их тоже дружбан, что называется, объяснил, почему Пугачёва и другие его друзья уехали из России. Вот что пишут, Ермольник надеется, что его друзья вернутся в Россию, ну а мы надеемся, что может быть Ермольник понравится в Израиле Ермольнику. Певица Алла Пугачёва и другие артисты уехали из России из-за эмоциональной реакции начала операции. Интересно, что те, у кого куча денег было и те, кто прекрасно жил лучше всех, что называется, и снимал сливки просто абсолютно, у тех была эмоциональная реакция неожиданная, учитывая, что они общались и друзьями были президента и остаются в сопредельном государстве. А рядовые граждане, работяги, которые каждый день ходят на работу, на которых держится страна, без всякой эмоциональной реакции встали, пошли на работу и поддержали, сплотились вокруг президента и поддержали, понимая причины происходящего. Удивительно, да? Но у них есть свое объяснение, эмоциональная реакция. Фантастика просто какая-то. Об этом рассказал актер Леонид Ермольник, который дружит с Пугачёвой, а также музыкантом Андреем Макаревичем, признанным иностранным агентом в России и другими артистами, которые покинули страну. Вот что он говорит. Отношусь к этому как к эмоциональному порыву. На днях ехал в машине, с козырей заходит, слушал радио и президент России Владимир Путин сказал, приветствуется, чтобы те люди, которые уехали, возвращались. Потому что все, что было связано с первой реакцией на начало операции, это была эмоциональная реакция, заявляет Ермольник в интервью ТАСС. Он надеется, что артисты все же вернутся в страну. По его словам, именно в России находится аудитория исполнителей. Ну, естественно. А где же они еще деньги-то заработают? Ермольник вспомнил слова Путина, что человек, независимо от своих поступков и достижений, может вернуться. Ранее президент России заявлял, что в мире растет число россиян, которые желают быть с родиной. По ее словам, ключевую роль в этом сыграла приверженность Российской Федерации традиционным ценностям. Друзья, ну, вы знаете, что я хочу сказать? Ермольник играет на словах президента. Но мое впечатление, я посмею, так сказать, в данном случае расшифровать, но это мое восприятие этих слов, да, говорит все-таки о тех людях, которые, ну, уехали, сидели молча и видя, что происходит действительно в Европе, а происходят там страшные вещи, потому что когда, еще раз скажу, я прочитал, в Ирландии четырехлеткам дают выбрать из 21 пола, я просто даже представления не имею. Я вот говорю об этом, каждый раз думаю, надо прочитать, какие еще могут быть мужчины и женщины. Я просто не представляю даже. А четырехлетки должны выбрать, кто они сегодня. Но это все уже. Если чествуют эсэсовцев в канадском парламенте, ну, о чем здесь можно говорить еще? Там все уже, это конец просто. Поэтому многие, кто туда уезжают, думая, что там прекрасно, замечательно и такая, знаете, европейская романтика, сталкиваются с жестокой реальностью и понимают, что, собственно говоря, эта романтика, она никуда им не уперлась через уже две-три недели, потому что они сталкиваются совершенно с вещами, которые они не то, что не привыкли, они не готовы мириться с ними. Тем более в отношении детей, когда там в фигурном катании, в боксе участвует мужик, который сегодня считает себя женщиной, например, и лупцует женщину там по полной программе, и выигрывает, и они не могут ничего сказать. Знаете, свобода — это не вседозволенность. В каком-то своем стремлении к свободе там и демократии они пришли к тому, что они просто уже... Ну, это, я считаю, что это уже какие-то болезненные проявления абсолютно. Так вот, я думаю, что президент говорил о таких людях. А публичные люди, которые еще в четырнадцатом году на новой волне вырядились цвета флага сопредельного государства, которые, собственно говоря, еще в девяностые годы, я говорю, Пугачевой, которая говорила, что если бы женщина видела, как в Европе живут, она бы не говорила, что здесь живут хорошо. Она знала, как надо жить. То есть это люди, которые конкретно ментально были ближе с Западом еще с девяностых годов. Поэтому говорить о том, что Ермольнику ссылаться на то, что каждый с ним можно... Это люди, которые уехали... Мне, например, до сих пор вызывает удивление, что не нашли основания для того, чтобы возбудить уголовное дело в отношении Галкина, иностранного агента. Почему? Потому что, вы знаете, вчера я прочитал, что внесли в список экстремистских, террористических организаций, включая вот этот лозунг, который Галкин произносил в Арабских Эмиратах. Ну, хорошо, внесли позже, но можно же понять, что если он произносил, значит, он приверженец этих вещей. Он произнес, он продолжил, кто-то выкрикнул из зала, т-т-т, он скрикнул там, слава, там, понимаете, да? И в Арабских Эмиратах его оштрафовали на 2,4 миллиона рублей, значит, в Таиланде отменили выступление за негативные слова о России, а в России не нашли основания для возбуждения уголовного дела. Депутат Луговой отправил запрос в Генпрокуратуру, но до сих пор вроде что-то как-то ничего не пишет относительно этого. Поэтому понятно, что Пугачева рядом, это его гарантия. Если бы ее не было, я думаю, что уже бы совершенно по-другому его судьба складывалась. Поэтому Ермольник, конечно, может говорить много, Буйнов может говорить много, но мне кажется, у людей есть собственное мнение. У нас люди не дураки, что называется, и прекрасно понимают, что происходит. Видят сами, можно говорить сколько угодно, но люди сами все видят и сами делают соответствующие выводы. И в каких-то пояснениях дополнительных в принципе они не нуждаются. Кто-то может высказывать свою позицию, я или там на других каналах говорят об этом, но мне кажется, люди и без этого прекрасно, так сказать, делают выводы свои. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Если вы талантливый человек, предприниматель, бизнесмен и не хотите, чтобы десятки тысяч потенциальных ваших клиентов каждый день проходили мимо вас, для вас есть эксклюзивное и уникальное предложение на моем сайте буддагришна.ком, обязательно посмотрите. И подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новость. Успехов, здоровья. Всем пока, до встречи.